Добрый вечер, меня зовут Вероника, и мы находимся в сокровищнице студио Лоскут. Сегодня мы хотим вам показать обзор наших вельветов. У нас множество брендов, Gucci, Pazerica, Hugo Boss и даже Acne Studio. Давайте посмотрим подробнее. Вельветы бывают абсолютно разные, с очень крупным рубчиком. Это, например, Gucci. Они у нас в двух цветах. Ярко-синий индиго, а также черный насыщенный. Они достаточно плотненькие, поэтому подойдут на верхнюю одежду. Стоимость 1690 и состав 100% хлопок. Ширина 152. Далее, очень необычный рубчик. Это Dzenia. Также хлопок 100%. Он уже помягче будет, очень хорошо. В принципе, тоже как и на бомбер, так и на брюки. Ширина 154 и стоимость также 1690. Обращаю внимание, что его совсем немножко, поэтому надо торопиться. Следующий вариант. Достаточно редко можно встретить вельвет в таком цвете. Мелкий рубчик. Молочный. Даже, я бы сказала, больше как в белый он уходит. Здесь даже есть немножко эластан. Всего 2%. Также основа хлопок. Стоимость 1490. Следующий, еще более интересный рубчик. Это пазырика. Темно-синего цвета. Мягенький. Также здесь есть 2% эластана. Ширина 150 и стоимость 1490. Также достаточно мало в наличии. Следующие наши прекрасные вельветы, наша гордость. Это вельветы от Акне Студия. У них красивый лоск. И цвета завораживающие. Единственное, что кэмел немножко отличается от остальных. У него рубчик чуточку побольше. Это также хлопок стопроцентный. Очень красивый травянистый зеленый. Возможно, в шотцах вы уже увидели Фидосию, как она нам рассказывает. Особенности, как шить этот вельвет и как у него получилось шить себе прекрасный костюм. И очень красивый синий с лоском, а также графитовый серый. Вы не поверите, сколько стоит вельвет от Акне Студия. Всего лишь 980 рублей. И это фикс цена. Вторая часть нашего обзора про вельветы. Вельветы бывают с принтами. Вельветы бывают микро. И вельветы бывают для рубашек. То есть достаточно тоненькие, чтобы было легко, непринужденно и стильно. Начнем мы с прекрасного леопарда. Это опять же тоже микровельвет. Достаточно мягенький. Здесь 5% эластана, поэтому он достаточно хорошо тянется. Стоимость 1490 и ширина 150 сантиметров. Очень классный такой бургунди. Тоже микровельвет. Вот он идеален на рубашке. Он потоньше, чем предыдущий. Здесь уже нету эластана и это пазарико. Стоимость 1450 рублей. Он, кстати, очень классно гармонирует с прекрасным микровельветом Прада. У нас их два. И они мне очень нравятся. Нравятся именно тем, что это такой немножко ретро-принт. Они также достаточно тоненькие и будут идеальны как на рубашку, так и на платье. Стоимость 1690 и ширина 149-147 сантиметров. Далее очень похож по тактильности и тонкости, только более малиновый. Тоже такой вот тоненький, приятный. Так и просится в рубашку. Перракотовый, хлопок стопроцентный и стоимость 980 рублей. Дальше у нас идет яркий цвет, оранжевый. Прямо можно сказать, что светится. Это дзенния. Тоже хлопок стопроцентный, без эластана. Стоимость 1690 рублей. Очень красивый цвет. Кто-то может сказать, что это коричневый. Кто-то, наоборот, может сказать, что это хаки. В общем, это что-то между. Но потрясающе красивый цвет. Я так и вижу в нем брюки, а может быть, даже кюлоты. Стоимость 1490. Дальше у нас снова микровельветы. Ну, как снова? У нас сегодня только микровельветы во второй части обзора. Красивый с лоском синий, глубокий, хлопок стопроцентный, ширина 151, стоимость 980 рублей. И последний, который я хочу вам сегодня показать, это меланжевый. Меланжевый коричневый, очень мягкий. И мягкость ему придает кашемир. Да-да, вельвет бывает кашемировым. И это дзенния. Кроме кашемира здесь у нас еще и хлопок. Стоимость 1490. И, как обычно, баркеточка достаточно тоненькая. Пишите, звоните. Все наши контакты вы можете увидеть в описании к видео. А также можно жать колокольчик, чтобы подписаться на нас и не пропустить новые обзоры. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok